Прямо сейчас с нами на связи российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Вот вы наверняка могли слышать в сюжете, который был только что, о том, что в России все меньше желающих ехать в Украину воевать, и среди тех, кто уже побывал. Как-то может изменить Кремль ситуацию внутри России, спровоцировать коим-то образом, или перевернуть ситуацию, чтобы найти все-таки людей, или как-то там поднять какой-то, не знаю, патриотический дух для того, чтобы найти новых убийц, которые готовы ехать в Украину воевать? Нет, как раз вот эта проблема. Я думаю, что никаким образом завлечь людей на линию фронта не удается. Тут не надо путать то, что социологи фиксируют и называют массовой поддержкой. Ну, массово это все относительно, но действительно похоже, что процентов 70 сторонники путинского курса. Им нравится. И тех, кто желает воевать. Вот таких как раз совершенно немного и вряд ли много будет. Я даже уверен, что много не будет. Разница в том, что на стороне Путина диванные войска. То есть люди сидят перед телевизором, и им нравится, когда им рассказывают, какие они крутые, смелые победители и мужественные. Это вещь такая крайне заразная и, в общем-то, по-человечески отвратительная. Ну, понятно. Когда человек сидит, ест какую-нибудь воздушную кукурузу или чипсы, запивает пивом и слушает, как он поднимается с колен, это одна история. А когда тебе за 30 тысяч рублей надо по колено в грязи выворачивать кишки себе и кому-то другому, это совершенно другая история. Поэтому у Путина, собственно говоря, довольно сложная ситуация из чисто технической стороны. Ну, во-первых, надо иметь в виду демографию. У нас, в России, сейчас мало людей, условно говоря, призывного возраста. За последний год Россия потеряла миллион человек. Поразительно много, даже по сравнению с другими ковидными странами. Это первое. Второе. Путин не хочет брать людей из крупных городов, а предпочитает брать пополнение из провинции. Ну, потому что из маленького городишка много людей не возьмешь. И если туда придет одна, две, три похоронки, то ничего не произойдет. А вот если похоронки придут, скажем, в Москву, в Нижний Новгород или в Питер, причем в массовом количестве, пропорциональной численности населения, то вот здесь могут быть непредвиденные особенности. Поэтому кадры со страв путинской армии плохо образованы, назовем вещи своими именами, не слишком интеллигентен. Кстати говоря, там просто снижена доля и этнически русских, потому что, опять же, этнических русских стало меньше, а в основном у нас те, кто достиг 18-20-летия, это ребята из национальной провинции. Будь то Дагестан, будь то Бурятия, будь то Калмыкия или Чечня и многие другие. Что тоже, в общем, влияет на кадровый состав. Так что я думаю, что сейчас Путину придется привлекать так называемые частные военные компании, типа Вагнеровской, или создавать новые. Привлекать людей, послуживших, и за это им придется платить не 30 тысяч, а раз в пять больше, что тоже дорогого стоит. И искать каких-то наемников, в скобках добровольцев, из, условно говоря, Южной Осетии, Абхазии, может быть, даже из Сирии, потому что больше живой силы взять негде. В общем, ситуация скверная, и именно поэтому путинские генералы, мне кажется, не испытывали большого восторга, вот стоящей перед ними задачи к Пасхе добиться каких-то серьезных продвижений, или тем более в мае. Скажите, пожалуйста, исходя из вышеперечисленного вами, вышеназванного, как вы думаете, рассчитывает ли Путин, что вот эта вот вторая фаза наступления, а именно битва за Донбасс, станет финальной, завершающей стадией? Конечно, рассчитывает. Он просто вынужден это делать. Он вынужден гнать генералов, потому что если наступления не будет, то пройдет какое-то время, Украина наберет нового вооружения, и по отчаянии двинется освобождать уже захваченные территории. А это для него будет катастрофа. Поэтому логика, мне кажется, предельно прозрачная. Путин гонит армию вперед. Требует побед. А генералы очень хорошо понимают, что если они двинут вперед неподготовленные войска, в смысле не имея трех, четырех, а лучше пятикратного преимущества в живой силе и в технике, то ведь можно и проиграть. Потому что потери наступающей стороны всегда больше, чем стороны обороняющейся. Тем более хорошо подготовившихся к обороне. Поэтому они бы предпочли подождать, но Путин ждать не может. Вот в чем дело. Его рейтинг будет скоро таять. Ему нужно показать народу победу. Изобразить победу на худой конец. А вот об этом как раз я хочу спросить вас. Вот в продолжении этой же темы. Мы видели, что заявление о том, какие задачи выполняет так называемая спецоперация, как ее называют Путин и Лавров и другие. И вот задачи ее все время менялись. То деницификация, значит, и так дальше. Вот сейчас уже Лавров говорит, что задача обеспечения независимости так называемых республик. Дальше. Как они могут видоизменяться? Еще задачи. Вот как они могут упроститься, что ли? Вот чтобы показать какую-то решенную задачу для внутренних людей. Задачи не упрощаются, а не скукоживаются. Значит, самый общий ответ на ваш вопрос очень простой. И сколько Украина Путину позволит завоевать, столько в конце. И будет сформулирована как выполненная стратегическая задача. И если удастся сохранить то, что есть сейчас, то скажут, ну да, мы это одвинули границу от Донецка, от Луганска. Таким образом обеспечили безопасность ДНР, ЛНР. О чем, собственно, с самого начала и говорили. Про денацификацию, то есть, де-факто, смену украинского правительства. Про демилитаризацию, то есть, уничтожение украинской армии, уже никто и не будет вспоминать. Если Украина еще успешнее выступит и отодвинет войска, с ныне занятых ими территорией, то победа будет представлена в таком сокращенном виде. Ну, это абсолютно советская модель, когда всегда ставились планы, пятилетние, стратегические, исторические, победоносные планы. И потом они всегда выполнялись. Правда, не в полной мере. Но выполнялись. Ясно. Да, Дмитрий Борисович, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Дмитрий Орешков был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова